Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео макияж косметикой Фаберлик. Здесь будут новинки и не новинки. Итак, поехали! Я обещала вам как следует протестировать кушон и будем с вами тестировать новую тушь. А также карандаш, который многим понравился, девчонки, для губ в артикуле... Так, в артикуле 432 вот такой вот нюдовый протестируем. Начну я с корректора. У меня здесь маленькое красное пятнышко такое выскочило. Корректор Beauty Lab. Добиваю его. Он мне не очень, девчонки, нравится, потому что жидкий. И если хотите им что-то перекрыть, то нужно подождать. То есть вот вы его нанесли и дать ему время впитаться. Пока он впитывается, я нанесу на брови вот такую вот сыворотку. Стараюсь делать это каждый день. Это у меня сыворотка для ресниц. Еще у меня есть для бровей, но я хочу добить для ресниц. Заодно их расчесать. Эти сыворотки работающие. Я уже много раз вам про них рассказывала. Главное не пренебрегать и пользоваться каждый день. Делать прям чудеса с ресницами, с бровями тоже. Вот сейчас на постоянной основе уже недели две-три пользуюсь. И могу сказать, что брови мои становятся гуще. Так, прошлись сывороткой. И теперь что? Тональный крем я наносить не буду. Он будет у нас вот этот вот ICU-кушон. По кушону я его уже носила, девчонки, целый день. И у меня сложилось определенное мнение по этому поводу. Сейчас немножко с вами вбивающими движениями закрепим корректор. Вот так все. У меня сложилось определенное мнение. Он неплох. Он неплох. Он с лица никуда не сползает в течение дня. Он не вызвал у меня жирного блеска на лице к вечеру. Я была приятно удивлена на самом деле. Это очень круто. Сейчас посмотрите сами, как он работает. Так мы с вами набираем. Губочкой промакиваем. Наносить его нужно вот такими вот движениями. То есть не размазывающими, а вдавливающими. Он практически моментально, девчонки, сливается с цветом кожи. Выравнивая ее. Так что не бойтесь, если вам кажется, что он желтит. Он прям моментально сливается с цветом кожи. И он абсолютно на ней невесом. То есть текстура очень легкая. Сейчас одну сторону перекрою и посмотрите разницу. Мне понравился продукт. Можно попробовать как-нибудь его кистью наносить. Но мне кажется, это будет все не то. Именно вот так он и работает. Вот, смотрите. Одна половинка у меня перекрыта, другая нет. Здесь еще как бы видны некоторые недостатки. Здесь уже тон ровный. Все. Наносим на вторую половину лица. Именно вот такими вот движениями. Его на лице незаметно вообще. Я когда носила его целый день, даже к вечеру приглядывалась. Есть ли он у меня или нет. Потому что незаметно. Но когда снимала макияж, поняла, что да, он на лице был. Перекрывающая способность у него, девчонки, средняя. То есть он может какие-то недостатки скрыть. Но если какие-то явные есть, там высыпания, покраснения, прыщи и так далее, то лучше сначала воспользоваться консилером. В поры мне не забивался. Все нормально в этом плане. Хотя я думала, что он будет забиваться, потому что... Ну, не знаю. Я девчонки как-то вот по отзывам и видео смотрела, которые думала, что он такой будет прям увлажняющий, увлажняющий. Будет блестеть на вашем лице. Нет, вы видите, у меня на лице ничего не блестит. У меня просто выровнен тон. Даже я бы сказала, у такого прям какого-то сияния нет. Но я использовала как основу матирующий крем, поэтому у меня он долго блестеть сегодня не будет. Так, все. Вот такими обивающими движениями везде равномерно нанеслись. Он моментально подстроился. Видите, да? Тон. Сейчас вот тут возле носа иногда прям покраснение бывают. Здесь нужно как следует. Вот, все. На крылышках носа. Вот тут еще немножко. Все, девчонки. Его можно наслаивать. Вполне себе. Кожа после него мягкая, бархатная. И как будто ничего нет. Абсолютно невесомый, девчонки, продукт. Смотрите поближе. Ничего не блестит. Да, возможно, есть какое-то внутреннее какое-то сияние. То есть, все прекрасно. Вообще, все замечательно. На данный момент это для меня прям идеальный продукт. У меня он матирует. Но я повторюсь еще раз. У меня под кремом, под кушеным матирующий крем. Так, что мы будем делать с вами дальше? Дальше мы будем с вами делать контуринг. Вот этой палеточкой, которую очень люблю. Так, мне нужна кисть для теней. Вот такая вот от Фаберлик тоже. Ей я наношу контур на определенные места. То есть, скулы. Мы с вами тон выровняли. Теперь личико такое ровного тона, но кругленькое. Нужно придать ему немножко структуры. Потом вот сюда вот немножко вниз. И линия подбородка. Скулы точнее. Нос. Когда делаете носик, обратите внимание, не надо слишком низко делать эту полосу и слишком высоко. Потому что здесь есть такая тонкая грань, когда вы можете не сузить ваш нос, а наоборот расширить. То же самое со второй стороной. И подбородок, скулы. Носик. Носик, кончик носика немножко. Лоб я буду вот этой кисточкой затемнять. Набираем продукт и проходимся по линии роста бровей. Ой, бровей, волос. Палетка очень деликатная. Я прям всем ее рекомендую. Особенно те, кто начинает только делать контуринг. Здесь трудно переборщить. Тушуем этой же кистью теперь все, что мы до этого нанесли. Носик. Так, теперь румяна. Румяну вот этой кистью уже набираем. Румяшки на яблочке. Прямо на той линии, где мы с вами делали контуринг, да? Так. Видите, какой вот такой вот нежный-нежный цвет. Ну, не переборщишь совсем. Вторая щечка. Все как следует тушуем. Так, вот сюда немножко еще. Теперь румяшки на кончик носа немножко. И румяшки еще вверх. На то же место, куда мы делали с вами скульптор. И румяшки мне нравится. Такой макияж, девчонки. Я сейчас прям вот максимально простой макияж обычно делаю, ежедневный. На веки, верхние века. Эти же самые румяшки. Можно даже в перемешечку со скульптором. Получается красивый цвет такой, естественный. Вот так прям на все верхние века. Это у нас лифтинг эффект. Я вам уже показывала вот такой макияж. Видите, как приподнимается прям сразу глазик. И второй. Самый простой, самый быстрый макияж с минимальным количеством продуктов. Прямо на ежедневочку. Обожаю. Все. Хайлайтер. Хайлайтер маленькой кистью с вами наносим. Под бровь. Я редко его наношу. Чуть-чуть на носик. Над губкой. Видите, его сразу видно над губкой. И вот в эту зону. Над румяшками. Чуть-чуть слегка. Все, лицо уже такое свеженькое. Красота. Так, что делаем с вами дальше? Дальше нижнее веко. Нижнее веко. Я тоже подвожу. Я тоже подвожу вот этим оттенком. Можно вперемешку, опять же. Только кисточкой другой. Вот такой вот маленькой девчонки. Вот фаберлик тоже. Румяшки тоже. Румяшки тоже вперемешку со скульптором. Вот так. Слегка подвожу нижнее веко. И второй глазик. Палетка универсальная на все случаи жизни просто. Одну палетку купил и хоть и пользуешься как помадой. Очень красивый цвет, кстати, на губах, если закрепить каким-нибудь бальзамом или блеском. Невероятно красивый цвет. Как помаду, как румяна, как скульптурирование, как тени. Одним продуктом. Все. Так, мне кажется, вот на этом глазике у нас поменьше розового цвета. Сейчас я нанесу сюда немножко. Вот, да, теперь вот так. Дальше что, девчонки, делаем? Дальше делаем стрелку. Вот таким вот лайнером, маркером от фаберлик в коричневом цвете. Я всегда делаю, иногда красный добавляю на кончик. Артикул 5789. Уже несколько месяцев этой подводки. Она не думает сохнуть. И она мега стойкая. Единственное, что у вас на веке должен быть какой-то продукт. То есть, либо вы базу под тени нанесли, либо тени нанесли, да, просто прозрачные. И уже ничего с ней не случится. Если наносить просто на века, без теней, да, я иногда так делаю, то, когда глаза открываешь, если у вас особенно нависший век, и такое создаётся ощущение, что веки слипаются, да, вот так вот прилипает к верху глаз, она почему-то немножко липкая. Чтобы этого избежать, наносим хотя бы нейтральный цвет теней, бежевый, там, под вашу кожу и так далее. Либо сверху можно ещё тоже немножечко вот так вот тенями присыпать. Так, ещё забыла, девчонки, я прям пальчиком вот так хайлайтер наношу на серединку века для сияния. Вот так. И на другой. Вот, всё. Так, и теперь подводка. Я начинаю с внутреннего уголка глаза. Ей очень удобно рисовать. Можно еле заметную линию провести. Можно сделать такую мощную стрелочку. Так, и уголочек немножко вывожу. Всё, стрелка готова. 5 секунд, стрелка готова. Теперь вторая. Она такая получается не сильно агрессивная, она потому что коричневая. Как только закончится этот маркер, обязательно повторю покупку, куплю такой же абсолютно. Так, выводим кончик. Одинаковые. Вроде одинаковые. Всё. Теперь тушь. Так, где наша новая тушь? Вот она. Тушь, девчонки, класс, мне понравилась. Я в предыдущем видео вам уже говорила, как она относилась у меня в сутки, да? Так, артикул туши 5778. Вот она. Вот такая вот кисточка. С одной стороны, как лопаточка. Без ворсинок силиконовых. С других трёх сторон они есть. Сначала, как нам рекомендуют производители этой туши, нам нужно вот этой вот именно лопаточкой пройтись по ресничкам. То есть нанести определённое количество туши, да? Вот, я прошлась лопаточкой, они уже как накрашены. И теперь приступаем к щёточке. Реснички щёткой этой удобно прокрашивать. То есть эффекта слипшихся ресниц и паучьих лапок нет. Только проходимся как следует. Разделяем. Всё прекрасно разделяет, удлиняет, создаёт объём. Ну, вы видели мои реснички в прошлом видео и посмотрите сейчас. Так, вот. Это один слой. И нижний век. Нижний век я уже без лопаточки, потому что... Так. Очень круто будет. Нижний век. Так, то же самое со вторым глазиком. Вот один слой. Я сейчас ещё второй. Я люблю по максимуму. Тушь не засыхает сразу, как тушь из линейки Глэм Тим, как тушь Мисс Кёрл. Она чуть дольше засыхает. И реснички не такие от неё упругие. Но и не... Девчонки... Не кто в лес, кто по дрова. То есть можно зафиксировать очень хорошо. Зафиксировать, придать форму. Если у вас вдруг какая-то ресничка выбилась из строя, то эта тушь позволяет поставить её на место. Так, ладно, я сейчас докрашу пока второй слой. Всё, девчонки, два слоя туши. Посмотрите, какая прелесть. Просто эффект нарощенных ресниц. Немножко неудобно ей красить, скажем так, но нужно приловчиться. Эффект, в принципе, эффект такой же, как и от туши Глэм Тим Малиновой. Поэтому, если не видишь разницы, зачем платить больше, и не то, что платить больше, у них цена-то приблизительно одинаковая, но если вам не хочется такую лопаточку, как бы то, покупайте Глэм Тим Малиновую. В принципе, всё то же самое. Абсолютно. Так, теперь с вами губки будем красить карандашиком вот этим в оттенке 432. Классный нюд. В обзоре заказы вам показывала. Классный, классный нюд. Делаем контур. Что хотела про Кушу, но ещё сказать, девчонки, с ним не нужно припудривать лицо. У меня комбинированная кожа, если кто не знает. У меня в течение дня вообще такой необходимости даже не возникло. Так. Делаем контур и заполняем. Можно подарить себе 1-2 мм в подарок. Мне лично эти карандашики губы не сушат. У этого карандаша лиловый подтон, девчонки. Не бежевый, а лиловый. На это безумно красивый нюд. И жуткая стойкость. То есть он вот в таком вот виде будет на ваших губах очень долго. Ну вот, в принципе, всё, девчонки. Макияж готов. Про Кушон вам рассказал, про тушь рассказал. Если есть ещё какие-то вопросы, обязательно задавайте их под видео. Давайте я вам покажу поближе весь наш сегодняшний макияж. Очень простой, очень быстрый. Глазки, тушь. Вообще огонь. Кушон просто супер, девчонки. Кушон прям рекомендую. Со скидкой 70% по Фаберлик лайк берите, даже не думайте. Вот такой макияж. Вот так смотрится карандашик. Красивый-красивый нюд. Ну а я прощаюсь с вами до следующих видео. Если моё видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. Вопросы с радостью на них отвечаю. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.